Регион в огне, сезон настал. По данным космического мониторинга Россельхоза, в этом году раньше обыкновенного срока. С 3 апреля до 10 мая запрещалось сжечь костры и выжигать сухостой, даже на своих участках. Главам районных администраций рекомендовали круглосуточно патрулировать территории, а также проводить разъяснительную работу с населением. Только установилась теплая сухая погода, на территории региона тут же обнаружилось 16 термоточек. Возникла угроза, но мы к огню готовы. Или эта фраза со знаком вопроса «Готовы? Отправимся в начало апреля». Что говорили тогда и как вышло в итоге. Мы патрулируем. Когда устанавливается жаркая погода, мы производим, постоянно патрулируем лесов и плюс работаем вместе с МЧС по плану тушения лесных пожаров. Было проведено две проверки нашей станции и все проверки получили положительные отзывы. То есть мы готовы. Аномальный апрель. Месяц чудил необычной жаркой для этого периода погодой. Опасность лесных пожаров взлетела выше крон самых высоких деревьев. Первые случаи быстро стихии не заставили себя ждать. Горела сухая трава на поле рядом с проспектом Дружбы народов. В Староманьском заливе тоже горела. У нас основная проблема – это поджог камыша в Староманьском заливе, от которого происходит большое количество лесных пожаров. То есть огонь из камыша переходит в лес. Но я надеюсь, в этом году мы постараемся не допустить этого. Но, как я уже сказал, техника вся готова. Четыре спецавтомобиля, квадроцикл, трактор, квадрокоптер в наличии. Имеется дежурный, который круглосуточно на связи с районной МЧС. Это только на одной станции. В целом по региону, по сводному плану тушения, к борьбе подготовили более трех тысяч человек и 540 единиц спецтехники. На это предусмотрено почти 100 миллионов рублей. Предупредить всегда легче, чем потом тушить. В лесах Ульяновской области ввели запрет на проведение всех пожароопасных работ. В том числе сжигание порубочных остатков и разведение костров. Забегу вперед – жгли все равно. Чудом не случилась крупная трагедия. Шаг от жара до пожара порой невозможно уловить. Высокий градус не просто так держал и до сих пор держат напряжение экстренные службы. Недооценивать опасность огненной стихии нельзя. Тем более в сочетании с сильным ветром. Пять минут – время, за которое может случиться катастрофа. Так плавно переходим в конец апреля. Я тогда весь день провел в районах области, где противостояли пожарам. Тут же на месте наглядный пример. 10 апреля диспетчеру пожарной охраны поступил сигнал. Горит трава в селе Ясашное отошла. Ближе всех оказался экипаж пожарной части номер 118. Через 8 минут прибыли на место. Издалека стало ясно – горит не трава. Перетидывался огонь с библиотеки на здание, которое сейчас от нас с левой стороны. 6 метров – это 2 секунды. И огонь, в общем-то, площадь библиотеки и длина библиотеки большая. И получается, что огонь полностью перетидывается на строение. Огонь охватил площадь около 30 квадратных метров. Сначала загорелся сарай. По сухой траве пламя переметнулось на жилой дом. Сильный ветер подлил масло, а пожар перешел на кладезь знаний библиотеку. Пытались разобрать горящее здание. Ветер был северный. Я уже говорил об этом, что порядка 30 метров в секунду. Перетянулся за счет того, что был сильный ветер на третий дом. Хотя, да, его отбивали, полили, залили. Но, тем не менее, вот близкой застройкой и то, что вот здесь тоже сарай перетянулся. Сколько здесь метров? Наверное, метров шесть. Ну, значительно, кстати. И все равно достало нас. Да, очень сильный ветер. Тушили всем селом. Буйство стихии одолели лишь к четырем утра. К счастью, пострадавших нет. Но книги сгорели, как и вся библиотека. А еще два жилых дома. И не от молнии загорелось. Местные жители подмечали, как на одном из участков иногда сжигали сухую траву. То есть люди – самая частая причина цветения красного цветка. Очень актуальный сейчас вопрос – это лесные пожары. И переход пала с травы, вот как раз, или непосредственно в лесные массивы, или, не дай бог, населенные пункты. Раз в пять лет МЧС проводит командно-штабные учения на территории муниципальных образований. Заранее отработать различные виды возможных катастроф. Взрыв газа, лесной пожар, авария. Да, такое бывает. Едем в обычном автобусе, и буквально через пару минут случится злой урок. Автобус попадет в ДТП с бензовозом. Хорошо, что я вовремя сошел. Как в случае с пожарами, людей спасают люди. К сожалению, причины этих катастроф почти всегда тоже люди. Пожар порождает их безответственное отношение к возможным последствиям. Главам районов рекомендовали не только работать с населением, патрулировать территорию, обустроить и обновить противопожарные полосы. Чердоклинский район в хмуте такой. Ширина должна быть 10 метров, но должна учитываться еще, если есть, вместе с дорогой. Там, где нет дороги, то тогда, конечно же, она расширяется на расстояние до 10 метров. И такие меры обязательно нужно проводить для предотвращения пожаров. Традиционно, как сходит снег, все населенные пункты Чердоклинского района производится опашка минерализованных полос. Для того, чтобы когда с иных земель вдруг возникает пожар, он не заходил в наши селы, поселки и иные населенные пункты. Статистика неутешительная. Количество возгораний в этом году увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Избежать беды в наших силах, следовать простым рекомендациям. Помните, огонь не появляется сам по себе. Это расхлябанность просто людей. Окурки брошенные, сухая трава. Вот происходит то, что происходит. Это, конечно, страшно и страдают, можно сказать, невинные люди из-за огня. А огонь, он ничего не оставляет. И этот враг лесов, людей и животных силен и не скрывается даже наоборот. Активно напоминает о себе. И все время грозит натворить еще больше бед. Администрации районов, Управление гражданской защиты Ульяновска, МЧС, полиция, курсанты и добровольные пожарные объединили усилия. Ходили в рейд против огня. Здравствуйте. 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 Так, спички детям что? Низруч. Низруч. Огонь кто? Пожарник. Друг, огонь, враг. Здесь раскраска. Смотрите. И не друг, и не враг, а как посмотреть? Огонь может согреть, а если относиться безответственно, легкомысленно сжечь дотла. Напомнить об этом основная цель рейдов. В ходе данных рейдов доводим до населения, что сжигание травы или порубочных остатков, или мусора чрезвычайно опасно и может привести к непоправимым последствиям. Как правильно, это делается не только ради себя, но и для других. Чтобы не было пожаров, таких вот крупных. Допустим, вчера, как я слышал, были крупные пожары в районе 27 штук. Это надо предотвращать. Поэтому мы решили раздавать листовки. Во время действия противопожарного режима нельзя жечь костры. Совсем нельзя, ни при каких условиях. Даже на территории собственных участков. Пожары на 99% дело рук человека. Выброшенный окурок, пал травы, даже неправильное складирование стройматериалов могут привести к непоправимым последствиям. Для оперативного обнаружения и фиксации нарушений впервые применили съемку с квадрокоптера. На удивление, достаточно чисто. То есть люди, которые проживают в домах, у них территория прибранная. Единственное, что обнаружено несколько земельных участков, где видно, что собственник не проживает. Нужно будет сделать запрос в Росреестр. Мы с сотрудниками МЧС обсудили уже это. Рейды прошли одновременно по всему Ульяновску. Нарушения все же выявили. В Заволжском районе составили три протокола об административном правонарушении. В Ленинском выдали одно предупреждение. Весна горячая, не потому что жарко. Несмотря на очевидные правила, строжайшие запреты, люди продолжают сжечь. Мы с тобой одной крови, ты и я. Человек – часть природы, они вне ее. От нашей беспечности страдают не только другие люди. От пламени красного цветка гибнут животные. Улица Шомова. Там, где горит, были гнезда уток и маленьких птиц. А на этом видео село Кайсарова, Цельнинский район. Местный фермер сжигает траву буквально в 100 метрах от самого села. Чудо, что тогда не случилось беды. Пока. Проезд Аполлона состоял в Заволжском районе. Пожар в производственном здании. По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение крови. Погибших, посадавших нет. Всего работало от МЧС. Существление пожара от 31 человек и 8 людей с пожарной техники. Благодаря нашим совместным слаженным действиям по соблюдению правил пожарной безопасности, крупная беда пока миновала. Пока. Пожары в Ульяновской области этой весной не были чем-то запредельно жарким. При этом все равно горели дома, сухая трава. Впереди еще все лето, и всякое может случиться. Основной противопожарный сезон только грядет. И то, насколько жарким он будет, зависит не столько от готовности лесных пожарных, сколько от нас самих. Чем разумнее и аккуратнее будет себя вести человек, тем меньше возможностей для героизма будет у пожарных, МЧС и всех других причастных к тушению ведомств. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова